Всем привет, меня зовут Павел и я, кхм, видеоблогер. Мне уже более 30 лет и я был рожден в СССР. Сегодня я хочу поговорить о развлечениях прошлого и настоящего, и ощущениях, которые вы получаете от этого. Во времена моего детства, как бы не банально это прозвучало, не было того, что есть сейчас на рынке всевозможных развлечений, тем более научных игрушек. Я вам сейчас расскажу, и может быть многих из вас удивлю, как развлекался я в детстве. Дети 80-х-90-х годов развлекали себя не конструкторами лего и радиоуправляемыми игрушками, а немного другим. Помню несколько топовых игр. Например, строить у себя в квартире шалаш из подручных материалов в виде подушек и покрывала, фантазировать на тему, что ты супермен и следить за находящимися в квартире родителями в стелс-режиме, думая, что ты выполняешь важное задание и тебя никто не видит. Или, например, играть в прятки с товарищами по дому, по крышам ближайших гаражей до позднего темного вечера. Да, это было даже иногда травмоопасно, но мы развлекались как могли. Не было ни страйкболов, ни новомодных квестов, не было ничего, кроме настольного хоккея или игрушки с рулем и механического круга, которым управлял этот самый руль. Даже конструктор и тот был металлический. Сейчас всё кардинально изменилось. Есть робототехника, есть дроны и многое другое. Когда мне в руки попал ПНВ от Нойсон, первое, что пришло в голову, точнее не так, первое, о чём я подумал, почему 20 лет назад у меня не было такой вещи. Я сразу же из 30-летнего дядьки превратился в 10-летнего паренька. Мне захотелось посмотреть на этот мир по-другому, в данном случае в темноте. Это, как оказывается, бывает весьма интересно и прикольно. Я не буду вас мучить долгими техническими деталями, просто скажу, что это телефон с удобным, готовым комплексом из видеокамеры и экрана. С невидимым для человека диапазоном света, инфракрасным излучением от 780 до 900 нанометров, но видимое для сенсора камеры. Как обычный свет от мощного прожектора, только без прожектора в обычном понимании. Комплект состоит из телефона, кредла с инфракрасным фонарём и небольшого пауэрбанка. Всё это выглядит и чувствуется компактно, и работает так, как должно. Мы не будем говорить о FPS в камере и о самом телефоне, потому что это не так важно в данном случае, важно другое. Я вам всегда говорил в большей степени про ощущения, и сейчас не исключение. Вы можете как угодно на это смотреть и оценивать у себя в голове и в комментариях под видео, но с одним вы поспорить не сможете. Это самый доступный вариант на рынке, для того, чтобы испытать те чувства, которые испытываешь, смотря на мир в темноте. Да, много кто скажет о бесполезности и так далее этой вещи, но это совсем не так. Эта игрушка может быть широко применима во многих сценариях использования. Например, как карманный ПНВ у спасателей, или приблуда для головного держателя с наглазником в разных режимах использования, от страйкбола до нынче популярных игровых хвестов. Страшных и не страшных, например, ночные экскурсии по лесу. Многие сталкеры или любители заброшек могут использовать это доступное решение на своём поприще. А можно просто выключить свет дома, или выйти на улицу летней ночью у себя на даче, и наслаждаться тем, что вы не видели или не могли видеть раньше. И самое, что прикольное, вам не надо колхозить самому, всё уже сделали за вас. Это самый недорогой прибор, с самой маленькой массой и размерами на рынке. Да чёрт возьми, это российская разработка, в конце концов, за которую не стыдно. В камере телефона есть всевозможные видеоэффекты, типа аверс изображения, вы посмотрите на окружение в очень прикольных картинках. Применяя их, будет очень мало света, предательски обнаруживающего вас, как ночного охотника. Плюс картинка будет сюрреалистичная. Про уже упомянутый головной держатель с наглазником, с ним вообще никаких засветок нет. Можно просто один наглазник использовать. Очень жду, чтобы поскорее его протестировать. Вам на выбор предлагают несколько вариантов ПНВ. Не нравится такое компактное решение? Не проблема, есть смартфон с большим сенсорным экраном на седьмом андроиде, который, я надеюсь, тоже скоро вам покажу. Ну и как вишенка на торте, всё дополнительное оборудование будет в свободном доступе в виде файлов для печати на 3D принтере. Так вот, можно долго и нудно рассказывать вам о путях развития потребительских ПНВ. Но зачем? Если можно просто за совсем небольшие деньги позволить себе попробовать увидеть то, что раньше не видели. Позволить своему ребёнку, или себе уже взрослому, но в душе тоже ребёнку, развлечь себя научной игрушкой. Кстати, для умных и любящих сухие цифры. Самый дешёвый видеоглазок на Али стоит 30 долларов, а телефон с кучей допплюшек примерно 10. А посмотрите, каких денег это всё стоит у Нойсон. Вот и считайте сами. За две недели, играя с этим ПНВ, или так сказать, комплектом, я кайфанул по-своему. Лично у меня, почему-то это отсыл к детству, и к тому, что не мог увидеть и сделать тогда. Ведь даже игра с котом в темноте, это тот ещё экспириенс. Мне захотелось опять построить тот самый шалаш из подушек и выполнять новые секретные задания. Я погулял по лесу поздним вечером, посмотрел на природу в её обнажённом и неосвещённом виде. Увидел то, что, наверное, не увидел бы, не используя эту игрушку, смотря на этот мир через ПНВ. Мои товарищи вообще посоветовали посмотреть на это со стороны игрушек для взрослых и сделать, наконец-то, своё хоум-видео с помощью инфракрасного фонаря. Но это уже совсем другая история. Не детская история. Спасибо вам за то, что смотрите до этих слов. Как всегда, напишите в комментариях, что вы супергерой, и не забудьте принять участие в розыгрыше этой научной игрушки. У вас есть все шансы. Подробности в описании. Подписывайтесь на канал, группу, чат в телеге. Вы поможете моему творчеству, если пройдёте по ссылкам в описании и ознакомитесь с тем, про что я вам рассказал. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»